Уход за ребёнком с ограниченными возможностями. Здравствуйте! Здесь мы рассмотрим, что вы можете сделать, чтобы ваш ребёнок всегда чувствовал себя любимым и окружённым заботой с помощью этих шести простых советов. Проводите время вместе. Читайте ребёнку, рассказывайте ему истории или задавайте музыкальные звуки, используя предметы, давая домашнего обихода. Даже когда вы занят, всё равно можете проводить время вместе. Опишите ребёнку, чем именно вы занимаетесь, от подметания повода, мытья посуды. Всё это их стимулирует. Выражайтесь чётко. Когда вы разговариваете с ребёнком, опуститесь на один уровень с вашим ребёнком, чтобы он мог вас видеть и слышать. Поддерживайте зрительный контакт, улыбайтесь и ободряйте. Будьте терпеливы и дайте ребёнку время ответить. Слушайте, кивайте головой и дайте понять, что вы слышите вашего ребёнка. Создайте эмоциональную связь. Помните, что позитивный язык тела, мимики, жесты, звуки могут иметь огромное значение. Поддержите независимость своих детей. Укрепляйте уверенность своего ребёнка, хваляя его за то, что он умеет. Не сосредотачивайтесь на том, с чего он не может. Следуйте распорядку дня. Установленный график поможет вам почувствовать себя более организованным и держать ситуацию под контролем. Используйте простой язык, чтобы давать чёткие инструкции и используйте невербальную коммуникацию, жесты, картинки, звуки, чтобы помочь вашему ребёнку понять, что планировано на каждый день. Обратитесь за помощью. Чувствовать стресс, тревогу или разочарование при уходе за любым ребёнком – это нормально, особенно в период неопределённости. Помните, что вы не одиноки и разделяете ответственность и заботу о своём ребёнке с другими, взрослыми членами семьи. Здоровая мама – здоровый малыш. Дети с ограниченными возможностями вынуждаются в любви, уважении и времени, как и любой другой ребёнок. Используйте физическую и словесную поддержку, чтобы убедиться, что ваш ребёнок чувствует, что его обожают и принимают. Спасибо.